Летняя парадная резиденция Царя Алексея Михайловича находилась в селе Коломенском Здесь во второй половине 17 века был построен великолепный архитектурный ансамбль Названный Восьмым чудом света Царские хоромы состояли из множества деревянных зданий, палат в виде шатров, луковиц и бочек Объединенных галереями, крылечками и переходами Величие и небывалая красота строений удивляла иностранных послов и утверждала силу царской власти Царь очень любил Коломенское Здесь он находился и принимал послов И именно он превратил свою усадьбу в сказочный дом Строительство проходило пять лет Работы выполняли талантливые мастера, плотники под руководством Ивана Михайловича и Семена Петрова Красное или парадное крыльцо, по которому мы поднимаемся Главный вход в любой царский дворец Согласно этикетам, к нему мог подъехать верхом или на повозке только царь За нарушение следовало суровое наказание В Коломенском даже иноземные послы и бояре сходили с лошадей перед передними воротами Государева двора Внутри в каждом зале слюдяные оконницы XVII века Прозрачным минералом слюдой нередко стеклили окна храмов и дворцов Поднимаемся, насмотрим оконницу Дворец имел асимметричную планировку и состоял из множества разновеликих клетий, соединенных с сенями и переходами Всего во дворце было 26 теремов высотой от двух до четырех этажей Дворец был разделен на две половины – мужскую и женскую Всего во дворце насчитывалось около 260 комнат Мы на смотровой площадке дворца царевича Алексея Приглашаю вас прогуляться Эту загородную резиденцию любили посещать все царствующие особы Здесь часто бывал и Петр I, и Софья Алексеевна Но чаще других сюда приезжали Подолгу жила мать Петра I, Наталья Кирилловна Столовая палата – самое большое парадное и торжественно оформленное помещение дворца В палате проходили важнейшие дворцовые церемонии Здесь принимали иноземных гостей, отмечали семейные и церковные праздники Могли устроить прием в честь важного назначения Гостей во дворце, как семян в огурце Один из Швеции, другой из Греции, третий из Гавайи И всем жрать подавай Одному омаров, другому кальмаров, третьему сардин, а добытчик один Кушанье и питье на царский стол подавали, следуя придворному ритуалу Каждое блюдо многократно пробовали из-за боязни отравы или порчи При отпуске с поварни блюдо отведывал повар в присутствии Стряпчева От него блюда принимали ключники, каждый отдельное кушанье И под охраной Стряпчев несли во дворец Ключники пробовали каждый со своего блюда Наконец кушанье пробовал дворецкий Глава приказа большого двора, отвечавший за продукты для царского стола И отдавал стольникам, нести перед государя Перед подачей на стол блюда отведывал кравчи, а напитки чашник Сени перед столовой палатой своего рода буфетная Из которой обслуживали царские пиры Здесь ставили все, что позже подавали на столы Из сытного двора сосуды с винами, пивом, медом и квасом Думная палата служила для ожидания высшими чиновниками-боярами царского выхода Либо приглашения в еще более торжественные и важные по своему значению палаты По оформлению эта палата очень похожа на сени перед столовой Та же резьба, тот же шатерный суконный наряд Те же традиционные для Руси пристенные лавки Престольная палата выполняла в царских дворцах роль тронной залы Государь восседал на этом троне Внизу два золотых льва, они с секретом Алексей Михайлович был большим любителем механики Комната-кабинет царя Алексея Михайловича В этом помещении государь проводил большую часть дня Царская почивальня, как и положено, кровати в те времена короткие Так как спали сидя, чтобы кровь не приливала к голове Это считалось опасным для жизни Доступ в комнату был строго ограничен Сюда не мог войти никто, кроме самых близких царю придворных В покое к государям ночевал его постельничий Крестовых палат во дворце было несколько У каждого взрослого члена семьи обязательно была своя отдельная крестовая палата Комната царевича Фёдора Алексеевича Фёдор – девятый ребёнок царя Алексея Михайловича В 1676 году 16-летний царевич был венчан на царство Вместо неожиданно скончавшегося отца Кабинет Петра Первого Стены обиты зелёным сукном Оно, как красное, было самым любимым для шатёрного наряда Комнату освещают простые прямоугольные окна с мелким голландским переплётом Здесь стоит подлинный шкаф голландской работы Оконное стекло непрозрачное Прокатный стан для стекла ещё не был изобретён Стеклодув выдувал большой пузырь, прокатывал его скалочкой Получалась неровная волнистая поверхность Мыльня включает мовные сени и саму мыльню В сенях перед мыльней не только раздевались, но и отдыхали после бани Поэтому вдоль стены здесь располагались скамьи с резной опушкой и мовной постелью Кроме лавок в сенях перед мыльней стояли столы Один из которых предназначался для мовной стрипни Вещей, которые использовали во время мытья колпаков, простыней, опахал В царском дворце мыльню Устраивали в подклете или на одном этаже с жилыми комнатами Отделяя от них небольшими переходами, коридорами или сенями Субтитры создавал DimaTorzok Престольная палата царицы В этой палате государь проводила приемы по поводу своих именин Рождение наследника, именин детей, Пасхи, Рождества и других важных праздников На эти приемы допускались женщины, иногда бывали и мужчины Но в этом случае на приеме присутствовал сам царь В мастерской палате государыня занималась рукоделием Эту палату условно можно назвать Министерством рукоделия В ведении царицынской мастерской палаты находились золотошвейные мастерские В Кадашевской и Хамовнической слободах Москвы Государиня должна была раздавать уроки, то есть задания, поручения мастерским и принимать их работу Если работа была сделана плохо, то она сама должна была показать, как сделать хорошо Царица была мастерицей из мастериц, лучшая вышивальщица и рукодельница Должна была уметь блестяще работать иглой К XVIII веку дворец достаточно обветшал И по указу Екатерины II началась разборка дворца Но перед разборкой были составлены точные схемы и описания Которые сохранились до нашего времени По которым с особой точностью дворец восстановлен Ну а мы покидаем дворец Алексея Михайловича И спускаемся в яблоневый сад Конечно, ни одна из нынешних яблонь не может помнить царя Сколько времени прошло, но сад очень хорошо дополняет атмосферу дворца Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...